Знаете же, все говорят, девушки мечтают об этом заветном штампе в паспорте, чтобы ты заглядывала и понимала, я замужем. Ну, а мужчины говорят об этом штампе, ну, не мечтают, и не хотят этого самого штампа, и не торопятся его ставить. А теперь, оказывается, эти штампы и вовсе отменят. Как же быть там? О чем мечтать тогда? Станислав Вахрушев, адвокат, президент коллегии адвокатов Венесейской Сибири, нам теперь об этом расскажет. О чем теперь будут мечтать женщины? Да, действительно, теперь такой мечте не суждено сбыться, если желание на простановку такого штампа в паспорте, соответственно, гражданин не заявит. А, то есть это надо будет? Да, теперь эта отметка с этого года уже является необязательной. Она на самом деле и раньше-то не особо охотно ставилась, и не во всех случаях в паспортах. Иногда бывало, что после замены паспорта не дублировались отметки из старого паспорта в новый. У нас в Кате есть. О заключенном или прекращенном браке. Но вот теперь еще и действующее положение о паспорте было изменено таким образом, что даже отметки о детях, о семейном положении не являются обязательными. А когда у нас вообще так перейдет на цифровой вариант? Надо все отказываться, значит, ничего там нету, никакой информации в этом паспорт. Ну, первичное, давайте так, вот первичное, то, что имеет юридическое значение, это все-таки внесение записи и заключение, соответственно, акта гражданского состояния. То, что вот мы получаем свидетельство о заключении или расторжении брака, да, это имеет первичное юридическое значение. Отметки, по сути, никакой нагрузки никогда не имели. Смысловой. Станислав, смотрите, мы же знаем это из фильмов, из истории, в конце концов, жизненных, когда это единственная возможность у женщины, если мужчина, скажем, не очень честный, да, узнать, собственно, обманывает он ее или не обманывает, потихонечку заглянув к нему в паспорт однажды, такая, а теперь кольцо не носит, штампа не будет, как женщины будут определять, кто перед ними. Справочку заказывать. Ну и то только, понимаете, справочку-то гражданин может в отношении себя потребовать, да, суд может при наличии какого-то спора, да, истребовать эти сведения из ЗАГСа. Нотариус, когда мы говорим о заключении каких-то сделок, ведь на самом деле большая-то опасность в отсутствии этих штампов сейчас заключается в том, что людям нужно будет тщательнее проверять, когда они, допустим, покупают недвижимость, когда они покупают, да, или вообще любое имущество, которое может быть совместной собственностью. Совместная собственность у нас, как вы знаете, это то имущество, которое приобретено в период брака одним из супругов, да, и не важно, не важно, что в едином государственном реестре недвижимости, да, вот в ЕГРН, когда выписку получаете, да, видите, что собственность за каким-то одним гражданином, но это вовсе не означает, что это не является совместной собственностью супругов. И теперь нужно будет еще более тщательно проверять. Если отметки в паспорте нет, это еще раз повод задуматься, проверить более тщательно этого гражданина, а не был ли он в браке, и нет ли того самого присловутого режима совместной собственности. Для чего тогда вот это придумали? Для того, чтобы упростить какую-то систему или почему? Ну, понятно, что мешает вот так же в том же ЗАГСе, где зарегистрировали отношения, да, дали свидетельство, тут же штампик, это же несложно. Две точки зрения на этот счет существует. Ну, первое, что действительно мы переходим, плавно переходим к пластиковым карточкам, совсем скоро. Да, очень сильно плавно. Да, совсем скоро уже привычные нам паспорта уже перестанут существовать, будет пластиковая карта, и Москва, насколько я помню, уже в конце этого года перейдет на такие электронные карточки. Ну, и второе все-таки, вторая точка зрения, что таким образом пытаются сохранить как-то тайну частной жизни. Да, что если человек не хочет разглашать свидетельство о том, что он состоит в браке, да, ну, значит, не нужно. Ну, подождите, паспорт – это моя личная вещь, и до тех пор, пока я не отдала ее, ну, и не сказала, посмотри, пожалуйста, что там есть, да, это и так, в общем-то, а если я отдала, значит, уже позволила ему смотреть. Ну, могу вам также ампанировать в этой части. Да, вы же, вы же много куда, вы знаете, договор какой-то заключаете. А, давайте паспорт. Да, даете паспорт, да, человек может посмотреть, а что же у вас там, сколько детей, сколько... Те самые, те самые девушки, да, про которые мы с вами только что говорили. Ну, кому это интересно. По поводу детей, я знаю, что даже сейчас детей уже, а у тебя вписаны дети в паспорте? Да, пойдем. Давай, и Катя, по-моему, сказала, что у нее уже даже ребенок в ее паспорт не впидал. Детей не вписывают. Почему? А хотя, вот такая же ситуация, то есть никто не обращался, соответственно, не изъявлял такое желание. По положению о паспорте получается, что отметка о детях являлась обязательной, но, видите, никто это требование на постановление правительства ТСУБ не соблюдал. Ну, теперь это стало, так сказать, узаконили уже, и вот этот порядок, да, вот то не соответствие фактическому положению дел, как было установлено постановлением правительства. А, слушайте, а вот место жительства, что ли, вот как с ним? Практически обязательно. Это мне, при этом, я считаю, что место жительства, ну, по крайней мере, место регистрации, гораздо более конфиденциальная информация, ну, где ты живешь, да, чем, допустим, тот же самый брак. Есть он у тебя или нет, это как бы особо не пугает. Смотрите, с местом жительства еще более сложная ситуация, поскольку две сейчас отметки будут, остаются обязательными. Это вот отметки об адресе места жительства и военной обязанности, да. Все. Адрес места жительства остается, как мне кажется, все-таки с тем, что попытки были отменить вот эту обязательную прописку еще в нулевые, когда говорили, а зачем вам нам вообще это нужно? Ну, на самом деле, нужно будет до тех пор, пока у нас не будет общей цифровизации, когда различного рода судебные повестки, различного рода извещения не будут доставляться гражданам электронно. Сейчас, к сожалению, это реализовать очень сложно, особенно в отдаленных территориях Российской Федерации. Ну, госуслуги. Госуслуги до сих пор, я думаю, и к ним не все подключились. Может быть, в ближайшем будущем это станет возможным, но пока, к сожалению, адрес места жительства, именно к этому адресу очень много чего привязано. Это подсудность, да, в каком суде будет рассматриваться спор. Ну, конечно, его можно изменить, эту подсудность, да, там, по различным способам. Подождите, мы же говорим про то, что есть некий документ свидетельства о браке, который уже говорит о том, что ты замужем, и дополнительные отметки в паспорте не нуждаются. Есть документ, ну, например, выписка из домовой книги, где уже есть фактически адресовая регистрация. И по этой же логике в дополнительном штампе в паспорте это уже не нуждается. Сотрудники на улице, остановитесь. Я сейчас к вам так пристаю, как будто это вы придумали. Да, это я придумал, но на самом деле это другие люди в правительстве Российской Федерации. Передайте им, пожалуйста, наши вопросы. Ну, скорее всего, с такой же логики, а зачем носить еще лишние документы? То есть тут вроде бы как брак. И так придется свидетельство носить, да? Носить и теперь свидетельство, но выпуска из домовой книги по логике вещей теперь уже вообще не обязательно. Ну, на свидетельство тогда рождение еще всех детей. Теперь носить с собой. Папочку. Папочку, папочку. Показывать, да. Копии снимать одному родителю, второму родителю выдавать. После этого разговора нам нужно будет снова пригласить в гости организатора пространства, который расскажет о том, где носить все эти документы с собой в течение дня. Да, поэтому электронные паспорта, вот эти карточки с чипами, может быть, в скором времени как-то нам ситуацию изменят и заменят множество документов. Правительство Российской Федерации к этому идет плавно, ну, очень плавно, я бы сказал. И что будет в них зашифровано, тоже пока вопрос открыт. В ННН с ним спланируются даже биометрические параметры, ну, и вот те отметки, которые сейчас ставятся в паспорте в нынешнем его виде. Спасибо большое, Станислав Вахрушев. Вот теперь мы будем сидеть и ждать.